Киевский районный суд Симферополя продлил арест заместителю главы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтему Чайгозу. Согласно решению суда, он будет находиться под стражей до 29 января 2016 года, сообщает Центр журналистских расследований. Этим же решением также продлен арест и двум другим крымско-татарским активистам Али Асанову и Мустафей Дегерменджи. Они останутся под стражей до 19 февраля 2016 года. Все активисты являются фигурантами уголовного дела 26 февраля, возбужденного оккупационными спецслужбами в Крыму. Активисты были задержаны на полуострове российскими силовиками по подозрению в участии в многотысячном митинге под стенами крымского парламента накануне российской оккупации полуострова. Ахтем Чайгоз в частности обвиняется в организации митинга. Правозащитники считают дело 26 февраля юридически немотивированным, поскольку события, о которых идет речь, происходили на территории подконтрольной Украине и не нарушают ее законов. А все фигуранты дела являются украинскими гражданами, которых оккупационные власти и спецслужбы считают гражданами России по факту аннексии Крыма. Также правозащитники обращают внимание, что за участие в крымском митинге 26 февраля арестованы только активисты, оппозиционные к оккупационным властям Крыма, хотя участвовали в нем и представители пророссийской партии «Русское единство». Продолжение следует...